Казки Александра Сергеевича Пушкина Есть такое мнение, что достойные произведения создаются где-то далеко, на Большой Земле. Всем известная фэнтези – удачный тому пример. Но сказка может быть совсем рядом. К примеру, на нашей малой родине. Ее создают алтайские писатели. Только вот знают о таких авторах и их произведениях, к сожалению, не все. Знакомые, но не читают ребенок. Они изучают в школе региональных писателей, у них есть предмет такой. Если бы знали, кого можно, то почитали бы несомненно. Но вот единственное, с чем нас, например, в школе знакомят – это Шукшин и Маадайкара. Но Маадайкара – это вообще к алтайскому краю никакого отношения не имеет. Это алтайский эпос, горный Алтай. Весь этот народный шаманизм. На интересные темы о детях и для детей пишет барнаульская писательница Евгения Гармс. Недавно она победила в краевом конкурсе с повестью «Добрый ноябрь». А творческий путь девушки начался с литературного фестиваля в Питере, где одну из ее рукописей опубликовали в журнале. Потом был такой интересный момент, когда журнал вышел, мне начали писать мамы, что там мой ребенок прочитал, сын или дочка. Скажите, где прочитать дальше, где продолжение. Он так ждет, он так просит. Так из маленькой сказочной повести получилась целая книга. Она называется «Похищение из шкафа». Ее герои – одушевленные носки сыщики, которые расследуют похищение. Настоящий детский детектив, добавляет писательница. Выйдет он в феврале следующего года. Хочу писать именно для детей, потому что это всегда хороший конец, потому что всегда герой что-то понимает, вырастает, развивается, потому что добро всегда побеждает зло. Создать качественную детскую книгу непросто. Бумага и краска для иллюстрации стоят дорого. Но попытать удачу и поделиться своим творчеством можно через издательские конкурсы, рассказывают в «Союзе писателей». Автор знает, о чем он пишет. Ему нужно прийти в книжный магазин и посмотреть книги, которые написаны примерно в этом же ключе. Посмотреть, какое издательство эти книги выпускало, найти координаты издательства и посмотреть, есть ли у них конкурсы. Ну, либо просто отправить самотеком. Сейчас очень многие издательства конкурсы проводят. Есть конкурсы и краевого уровня. В книжные магазины через них попасть не получится, но в местной библиотеке можно. Там книги точно найдут своего читателя. В нашей библиотеке достаточно много произведений латайских детских писателей. Скоро выпускаются книги. Жалко, что это всего одна-две книги в год. То, что задают в школах, тоже это все в основном старая программа. Но мы радуемся, удивляемся, когда учителя задают современных писателей. Ни для кого не секрет, что в школах на изучение региональной литературы отводится мало часов. Да и тяжеловесную классику никто не отменял. В пятом и шестом классе лишь только отводится приблизительно два часа в год в каждом из классов на региональную литературу. Причем в этих классах есть рекомендации для учителей, кого из авторов можно взять на изучение. И, к большому сожалению, именно алтайских писателей-поэтов в этих рекомендациях нет. Поэтому школы создают литературные уголки, посвященные творчеству наших авторов. Библиотеку 52-го лицея дети посещают с удовольствием. Спрос на удивление высокий. Книги наших авторов дети зачитывают, что называется, до дыр. Видите, уже переплет у нее покосился, потому что в портфель плохо, книга большая. Они ее любят, потому что они восхищаются. Большой формат, они говорят, какая книга красивая и зеленая. Есть в школе и двухтомник «Алтайские писатели-дети», в котором от А до Я собраны произведения наших авторов с их биографией, интересными фактами и иллюстрациями. Но одного экземпляра на всех учеников не хватает. Мы вынуждены заниматься только в читательском зале, брать, ну, либо распечатывать, либо как-то выводить на экран, что не всегда удобно. А если бы было побольше, и можно было бы взять каждому ребенку и следить, то, думаю, что нам не нужны бы были компьютеры, телефоны. Дети бы увлекают. Увлеченные чтением, они как раз предпочитают больше книгу. Региональной литературы в школе мало, но встроить ее в образовательный процесс все равно можно, добавляют учителя. К примеру, во время литературных гостиных или в часы внеурочной деятельности. Посещение литературных выставок, музеев, несомненно, чтобы просто привлечь внимание ребенка к этой литературе и понимать, что это не только то, что было когда-то, Достоевский приезжал на Алтай и так далее, что сейчас литература-то тоже живая, она интересная алтайская. К слову, наш телеканал уже реализует проект, в котором известные артисты города читают отрывки из произведений наших писателей. Мы получили поддержку самих авторов, а детские библиотеки из школы Края заверили, что с удовольствием будут транслировать эти видео во время тематических мероприятий и на уроках литературы. Мы планируем создать целую серию подобных роликов, презентовать их на творческих встречах с писателями. Юлия Нифонтова, Ольга Токмахова, Елена Ожич, Евгения Гармс. Все они наши соседи и творят сказку совсем рядом.